В Алматы в стенах Казахской государственной филармонии имени Жамбыла прошел вечер хоровой музыки, приуроченной к 30-летию независимости страны. Со сцены прозвучало бесценное наследие Национальной композиторской школы в исполнении государственной хоровой капеллы имени Бахаджана Байкадамова. Для нас это и большой праздник, и в то же время ответственность, потому что композиты выносят свое дитя, свое произведение публике. Молодежь слышит, видит по-другому, у них свои взгляды, и они очень информированы, потому что благодаря интернету они имеют возможность слушать всю мировую музыку, и классику, и современную, и авангард, поэтому у них огромное возможности. Концерт призван продемонстрировать эволюцию казахского композиторского искусства. От корифеев Ахмета и Газизы Жубановой, Ирки Гали Рахмадиева, Манжасара Мангтаева, до современников Жунуса Джумабекова, Алиби Абдинурова и других. Такое знакомство с избранными произведениями станет еще одним значимым шагом на пути к познанию многогранной казахской музыкальной культуры. Мариинский театр. Григорович принес на сцену новую выразительность, волшебное ощущение легкости и свежести. В течение 30 лет до начала 1990-х «Каменный цветок» оставался одним из самых посещаемых спектаклей, а потом на 20 с лишним лет исчез афиш. Вернулся балет на петербургскую сцену в 2016-м в год 125-летия Сергея Прокофьева. В столице состоялось открытие выставки предметов казахской кочевой культуры. Назвали ее «Хранитель знаков». В роли хранителя – казахстанский художник и ювелир сержант Баширов, который вот уже на протяжении полувека сохраняет традиции степного искусства, воссоздавая древние ювелирные изделия в новой интерпретации. Сержантом Башировым мы сотрудничаем практически 15 лет. Знаю лично я его намного дольше. И почему сержант Баширов? Потому что сержант Баширов – самый лучший ювелир в Казахстане. Потому что он делает вещи, которые делали наши отцы, наши бабушки, дедушки, очень искренне, очень честно и очень душевно. Он иногда достает какую-то вещь и говорит, о, оказывается, я это тоже делал. Ну, это типичный сержант Баширов, потому что его задача творить, его задача создавать красоту. Его задача не продавать эту красоту, а его задача творить. И чем больше он творит, тем счастливее он становится. Если кратко описать творчество ювелира и скульптора, то это предметы, повествующие о красоте культуры, быта и образа жизни степного народа. Своим собственным стилем, выработанным в течение многих лет, освоение ремесла, автор считает этно-авангард. На экспозиции можно увидеть инсталляции мастера из дерева, меди и кости, а также предметы казахской кочевой культуры из его частной коллекции. Один из них автор описал следующим образом. Это называется кушки-вежи. Его использовали при перекочевке. Он играл роль багажника, но когда уже после переезда он в юрте занимал место, как кевеже, как сундук. Сама роль его была в роли транспортировки. Казахские старинные ковры, колыбели, расписные двери юрт и много других предметов старины, названия и облик которых современный житель стал забывать, могут увидеть посетители выставки. Продлится она до 20 августа текущего года. А сейчас вкратце о самых ярких событиях ближайших дней. 19 июня в Акмолинском областном драматическом театре состоится мюзикл «Красавица и чудовище». В Караганде 19 июня пройдет музыкальная комедия «Проделки Ханумы». В театре имени Жантурина 20 июня можно увидеть постановку «Сыган Сиренадаса». «Проделки Ханумы».